Добрый день, уважаемые коллеги! Рада приветствовать вас на 130-м вебинаре цикла RyexUstainability на тему «Внутренний аудит как эффективный инструмент ответственного управления». А сегодня в ходе вебинара эксперты группы МТС обсудят принципы работы аудиторов, их подходы к организации, современные аудит-службы подкрепят примерами из практики и дадут практические советы. Разобраться с этой важной и интересной темой нам помогут сегодня эксперты из МТС, а именно Наталья Михеева, директора по внутреннему аудиту МТС, и Роман Куликов, начальника отдела аналитики блока внутреннего аудита МТС. И по традиции несколько слов о Ryex и этой площадке. В октябрьском обновлении SG-рэнкинга агентство Ryex актуализировало оценку 25 российских компаний. С сентября в группу А вошла московская биржа, а всего на данный момент в группе А 12 участников. Паузбирбанк по-прежнему возглавляет список. Существенные изменения произошли в положении ВК. Компания повысила свой рейтинг на 43 позиции по сравнению с прошлым годом и стала одним из лидеров группы B. В списке по-прежнему 161 строка, и они разделены на три диапазона. Переоценка идет на регулярной основе. На этом слайде вы можете графически посмотреть распределение текущих оценок по SG-юниверс. Публикация следующего обновления запланирована на ноябрь. 1 марта также был запущен индекс МОС-биржи Raix ESG, состоящий из 15 акций-эмитентов с наибольшими значениями ESG и от агентства Raix. Актуальное значение можно посмотреть на сайте МОС-биржи. Также хотим напомнить о 25 конкурсе акций, состоящий из 15, которые могут участвовать все компании России. Отчеты оцениваются содержательно и с точки зрения дизайна. В независимую комиссию входят ведущие эксперты и разработчики годовой отчетности, включая представителей комитета РСПП по корпоративно-социальной ответственности и устойчивому развитию. Анкеты принимаются до 31 октября, а результаты уже будут объявлены на конференции 22 ноября 2023 года. Ну а сейчас хочу передать слово нашим экспертам Наталье и Роману. Просим, очень ждем вашего выступления. Спасибо большое. Всем здравствуйте, привет. Кому здравствуйте, кому привет, кому как удобней. Меня зовут Наталья Михеева, мой коллега Роман Куликов. Мы из МТС, занимаемся внутренним аудитом. Немного расскажем про то, чем мы занимаемся и почему, как нам кажется, у нас неплохо получаются какие-то вещи. Будем надеяться, что что-то, может быть, будет вам полезно услышать и, может быть, что-то даже сможете применить. Не претендуем на какие-то там супер лучшие практики, но какие-то практики, которые мы делаем, нам помогают точно. Возможно, помогут и вам. Соответственно, сначала немножко, наверное, про МТС. Сейчас, подождите, разберусь с моей презентацией, которую мне немножко подклинивает. Так, да, сначала немножко про то, почему наша функция внутреннего аудита вот выглядит именно так и занимается именно тем, о чем мы будем рассказывать. МТС – это большая компания. Я думаю, что наверняка кто-то из вас точно об этом знает и слышал. Телеком – это только часть бизнеса. Сейчас бизнес МТС достаточно большой, очень широкая линейка разных направлений и развивается, и уже в хорошем таком развитом состоянии. Собственно, и юридическая структура тоже достаточно такая сложная, и много компаний есть в структуре. Филиалов много, то есть географически мы тоже широко представлены. Почему я это рассказываю? Потому что, естественно, внутренний аудит должен учитывать в своей работе и все эти особенности. Нельзя игнорировать, с одинаковым подходом ко всему подходить нельзя. Ну, можно, наверное, если есть бесконечные ресурсы, но их ни у кого нет, у нас их тоже нет. Поэтому мы стараемся свои подходы к аудиту делать так, чтобы максимальную пользу приносить минимальными ресурсами. Ну, как, наверное, все тоже пытаются это делать. С точки зрения контроля и вообще контрольной среды в компании, тоже у всех компаний по-разному. В нашей компании достаточно много и контролирующих подразделений общей ашуранс-функций в частности. Здесь только часть, ну, тех, с которыми мы, наверное, общаемся и взаимодействуем чаще всего. Комплайенс тоже были на вебинарах, приходили, может, кто-то из вас слышал. Айтишники, юристы, безопасники, СОКС и так далее, это только часть. Почему это важно? Потому что все эти подразделения, они, конечно, ведут деятельность, в принципе, по защите компании от риска, наверное, можно так сказать, очень грубо. Мы тоже, в общем-то, это, наверное, делаем. Но при этом мы видим свою роль в большой степени в том, чтобы убеждаться в том, что наше взаимодействие с остальными функциями, оно наиболее оптимальное. Ну, то есть мы не дублируемся там, где можно не дублироваться, мы стараемся учесть выводы по всем функциям, там, где нужен какой-то статус, например, ситуация с внутренними контролями по всей компании или по части компании, или по части процессов, и вообще по всей группе, по всем вот этим вот дочкам, филиалам и процессам. То есть нужно учесть работу всех. И если мы проводим какую-то работу по отдельным аудитам, допустим, или проверкам, или расследованиям, то взаимодействие, оно тоже важно. То есть это вот то, почему наши подходы, про которые мы будем рассказывать, они для нас крайне важны, и почему их разработка или какой-то такой вот результат, он, мы его сильно ценим, и, ну, надеемся, что, может быть, где-то будет применим и вам. И вам. Дальше, ну, вот это то, почему ценим не только мы. Немножко про отзывы нашего бизнеса, это все отзывы бизнеса по результатам аудитов. Ну, пример, конечно, понятно, что мы получаем больше, у нас есть нормальный такой, как у многих, процесс получения обратной связи по результатам нашей работы. То есть, в принципе, это то, наверное, почему то, что мы рассказываем, оно, ну, это не только наша субъективная точка зрения, что нам кажется, что мы что-то хорошее делаем. Не только нам так кажется, во всяком случае, в нашей компании. Те, для кого мы это делаем, тоже так считают. Поэтому вот те подходы и принципы, которые мы дальше будем, про которые мы дальше будем говорить, они эффект дают, да, то есть они дают и глубину, и качество оценивают наши контрагенты, и скорость сейчас. Я не могу сказать, что у нас какая-то идеальная, но мы точно идем в том направлении, и я расскажу, что мы для этого делаем. Так, теперь наш, собственно, подход. Постаралась суммировать в каких-то таких коротких направлениях, да, что мы применяем. Надеюсь, ничего важного не забыла. Расскажу сейчас на этом слайде, пока мы будем находиться, расскажу про последние три, про первые две, аналитику и координационную роль аудита. Чуть подробнее расскажем дальше и я, и Роман в рамках нашего, нашей презентации. Про аналитику и про координационную роль потом. Про постоянное межкомандное взаимодействие, коллаборация с другими шуренс-функциями. Ну, частично уже, в принципе, я об этом говорила, но это не только, ну, такие какие-то лозунги, что называется, да, так я люблю говорить, там, не будем говорить лозунгами. Ну, то есть это не только что, типа, давайте там взаимодействовать, давайте вместе что-то делать, давайте координироваться. Ну, то есть у нас есть, в принципе, достаточно системные процессы, выстроенные, в рамках которых мы то самое взаимодействие осуществляем. Например, например, у нас есть такие регулярные встречи с основными нашими другими контролирующими подразделениями, например, безопасность, на которых мы обсуждаем такая повестка, там, внеплановые задачи, которые делают они, которые делаем мы. Ну, то есть неплановые, они же возникают там неожиданно, и заранее их прислать, допустим, или как-то сообщить о них другим контролирующим подразделениям не всегда получается. Поэтому у нас регулярные встречи, на которых мы сводим, так сказать, совместные активности, вернее, отдельные наши активности и убеждаемся, что у нас нет пересечений. Или, наоборот, пересечения должны быть, и нам нужно совместно что-то адресовать, и мы это еще не сделали. То есть вот такое, то есть это такая прям регулярная встреча, это просто пример. Или, например, другой, другая история, когда мы с определенной регулярностью даем оценку системы, эффективность системы внутренних контролей по всем процессам компании. Есть такой у нас процесс. Мы учитываем, мы, я имею в виду внутренний аудит, мы учитываем не только результаты работы там своей, но, в принципе, учитываем результаты работы всех остальных шуренс-подразделений и стараемся тоже так как-то адресовать по бизнес-процессам, учесть там пересечения, посмотреть, что у нас нет каких-то вещей, где, например, они что-то просят делать бизнес, мы просим делать бизнес, и бизнес там разрывает. То, что контролейших разделений много, понятно, что если мы не будем взаимодействовать активно, не просто там словами, а вот активно, то бизнес точно это не оценит. Поэтому у нас такие вот процессные точки соприкосновения, они выстроены, и мы стараемся их четко придерживаться. Много у нас есть аудитов и прочих активностей, расследований, например, или консультационных проектов, где мы выступаем командой, да, из разных подразделений функциональных, каждый берет на себя какие-то куски, и, соответственно, мы даем общий результат. То есть мы стараемся не конкурировать, как бывает или бывало, даже в нашей, может быть, компании иногда можно было так подумать, что так есть. Сейчас мы стараемся этого избегать, потому что мы понимаем, что это вредит не только бизнесу, но на самом деле и нам тоже. Так, с точки зрения консалтинга, здесь я могу сказать, что мы придерживаемся следующей позиции в аудите консалтинг. Ну, понятно, что сейчас и стандарты говорят о том, что это нормальная история, но мы стараемся элементы консалтинга делать в каждом практически аудите. Ну, понятно, что есть рекомендации внутреннего аудита, которые являются таким, ну, в общем-то, тоже элементом консалтинга, лайтовым элементом консалтинга. Но мы идем дальше, постараемся делать бенчмарки каких-то процессов, опять же, имея возможность смотреть на разные процессы, разные регионы, разные дочки. Конечно, если бы было желание у любого менеджмента, любого процесса это сделать, они, наверное, бы тоже получили эту информацию и смогли бы сделать. Но, опять же, у нас таких возможностей и уже доступной информации бывает в моменте намного больше, что нам как раз позволяет вот такую информацию давать, давать какой-то взгляд более широкий. Это помогает бизнесу, опять же, и по отзывам, и по результату, как мы видим. По передаче аналитики в бизнес, про это чуть больше, наверное, расскажет Роман попозже, но имеется в виду, что мы, когда для наших аудиторских целей в рамках аудитов, например, делаем, разрабатываем дешборды по риск-индикаторам, для того, чтобы результаты аудита были более комплексные. Уже не редки ситуации, когда мы впоследствии после завершения аудита эти дешборды передаем в бизнес, чтобы они этот контроль делали регулярно. То есть они сами занимались уже то, что мы, в принципе, разработали или помогли им разработать в рамках аудита. То есть тоже такой элемент консалтинга. Помогает такой элемент консалтинга в любом проекте аудиторском, ценен он бизнесом, хорошо откликается. И таких вот чисто консалтинговых проектов у нас на самом деле очень мало, когда мы четко осознаем, что это вот прям и конкретно делаем консалтинг. Есть, но очень мало, потому что у нас в компании, в принципе, много подразделений, которые могут это сделать и без нас, ну или сделают это и лучше, и быстрее. Но там, где есть элемент эшуранс проекта, и при этом частично в сторону консалтинга мы идем, он получается, ну такой по практике, по нашей, по крайней мере, и заходит лучше, и пользы чувствуется больше. Ну и нам на самом деле на будущее стратегически помогает взаимодействовать лучше. Ускорение time to market. Ну здесь мы работаем по разным направлениям на самом деле, не только в рамках выполнения аудитов, да, мы стараемся быстрее начинать завершать. Фактически это не только относится к выполнению аудиторских проектов, это в большей степени относится к тому, что мы быстрее стараемся до менеджмента доносить информацию о каких-то рисках в компании. Скорее вот так можно сказать. То есть, например, те же самые дешборды с риск-индикаторами, это фактически тоже такое более своевременное донесение информации до менеджмента о рисках, потому что это тоже такой процесс отдельный. Хотя к таким классическим аудиторским процессам, да, к аудиторским проектам он относится, ну не так, например. Но здесь я хотела сказать на самом деле о том, что мы, когда планируем аудиты, мы сразу понимаем и принимаем и используем, что тот скоуп, который мы закладываем в аудите, мы можем пересмотреть и скорее всего будем пересматривать в течение всего аудита. Мы это делаем, как и внутри команды, там регулярно встречаясь и глядя на то, что у нас получается, где там нужно доработать, какие-то другие процедуры, которые мы планировали их поменять, например, подход или что-то еще сделать, что-то отменить, возможно, что-то добавить. Также мы учитываем мнение менеджмента там, где применимо, да, ну понятно, что не везде бывают применимы, разными бывают аудиторские проекты, где-то мнение менеджмента приходится и нужно игнорировать. То есть такой какой-то элемент agile философии, наверное, в аудите. Про привлечение и развитие специалистов я здесь хотела, наверное, сказать о таком моменте, который часто используется в аудиторских функциях в других компаниях, но не везде. У нас он прям зашел где-то, наверное, года полтора-два назад, мы стали активнее нанимать в аудиторскую функцию ребят с невнутренне аудиторским прошлым, скажем так. То есть тех, кто работал в других совершенно подразделениях, в других компаниях, чаще крупных, специалистов в других областях. Например, маркетинг или продуктовое управление, или, например, там закупки какого-то специфического софта. Ну, то есть совершенно разные, но есть, ну, то есть никого, ну, не всех подряд просто, чтобы была какая-то экспертиза. Мы старались и стараемся нанимать тех, кто при этом имел практику и опыт, практически, опять же, опыт, трансформации функций. Трансформации – это что значит? Значит, что люди были в состоянии, могли и имели опыт выявления каких-то проблем в процессе, изменения процессов, ну, что для аудитора важно видеть проблемы, ну, естественно. Мы исходили и исходим, продолжаем исходить из того, что обучить людей каким-то дополнительным аудиторским наукам, да, нам будет проще, чем до такого уровня понимания бизнес-процесса обучить аудитора, который, в принципе, ну, может быть, с этим процессом сталкивался очень косвенно. Это не значит, что у нас теперь работают только люди из бизнеса в аудите, ну, вообще нет, то есть у нас есть такой нормальный, ну, как мне кажется, довольно здоровый баланс всех, но вот эта вот практика, особенно в тех направлениях, которые для компании сейчас важны и приоритетны, она показала себя очень хорошо. То есть это дает и глубину аудитам, и аудиторским наблюдениям, и позволяет нам и с бизнесом говорить на более-менее одном языке, и главное, что на самом деле важно, видеть там, где оппонирование бизнеса, нам недостаточно экспертизы даже с учетом привлечения, ну, то есть раньше мы не всегда это могли даже видеть, да, то есть нам нужно, допустим, дополнительную экспертизу привлечь, чтобы поговорить и зачелленджить какие-то стейтменты, какие-то заявления, которые нам делает бизнес. Раньше нам, ну, бывало, не хватало вот этой экспертизы, сейчас нам становится проще. Точечное обучение, ну, это целая там тема, которую можно отдельно рассказывать, сейчас, к сожалению, нет времени, у нас есть целый процесс по оценке компетенций, матрицы компетенций, развитию людей, но здесь я хотела обратить внимание на то, что мы стараемся обучать людей, опять же, тоже исходя из того, какие области мы аудитом адресуем, и стараться погружать людей в эти бизнес-процессы более точечно, то есть не всех подряд, а вот там конкретных, в общем, развивать экспертизу внутри. Получается неплохо, наверное. Ну, по крайней мере, я вижу результат, может быть, мы когда-нибудь придем к какой-то другой схеме, пока получается хорошо. Так, теперь вот про координационную роль внутреннего аудита. Наверное, последний слайд, который расскажу я, дальше передаю слово. По аналитике расскажет Роман. Что здесь важно? Ну, здесь несколько таких, ну, скорее, наверное, лайфхаков, часть из них, я уверена, многие используют, может быть, что-то еще нет, может, что-то подчеркнете. Участие в коллегиальных органах. Здесь, ну, что, ну, в принципе, сам за себя говорит пункт, да, это значит, что внутренний аудит в том или ином виде присутствует, присутствует на заседаниях основных коллегиальных органов, принимающих решения в компании. Правление, инвестиционные комитеты, продуктовые комитеты, где там что важно, присутствует. Это нам позволяет в том числе, ну, понятно, что быть в курсе того, что происходит в компании, но для этого, может, не обязательно надо присутствовать. Но здесь нам помогает также быть в курсе проблем, и иногда на этих же самых заседаниях, в общем, мы и получаем какие-то запросы на неплановую работу. Но таких вот как-то вот в последнее время даже немало, наверное, получается запросов, потому что в дискуссии бывают, выясняются какие-то и потенциальные проблемы в процессах, в которых нужно разобраться. А тут мы, соответственно, сразу уже есть. Поэтому это помогает нам и в курсе быть, и проблемы сразу выявлять, и решать их более оперативно, соответственно, очень бывает полезно. Плюс здесь я тоже от себя хочу добавить, что необязательно это должна быть всегда я. То есть в нашем случае это не всегда я присутствую на этих заседаниях. У нас там достаточно широкий круг людей из внутреннего аудита ходят и присутствуют, что тоже помогает и ребятам вовлекаться и быть в курсе событий. И менеджменту тоже понимать, как выглядит команда внутреннего аудита, интегрироваться там друг к другу и все такое. В общем, у нас хорошо эта тема идет. Модератор при разборе проблем. Это больше к аудитам на самом деле. То есть когда, опять же, вот то, с чего я начинала, много подразделений, много компаний, большое количество процессов, очень много процессов пересекаются. Но это во многих компаниях так, я уверена, что применимо ко многим компаниям, ко многим из вас. Может быть, частично все, кто-то из вас это использует. Очень часто я вижу как раз в отзывах на нашу работу, что мы помогаем особенно сильно там, где есть проблемы в процессах на пересечении зон ответственности разных подразделений, компаний и так далее. Такие проблемы решаются наиболее тяжело, долго и сложно, потому что сложно бывает разным подразделениям взаимодействия друг с другом, когда есть уже какая-то проблематика, вот это перекладывание вины и так далее. А мы в состоянии, опять же, сверху, не вовлекаясь, не будучи участником проблематики, посмотреть, разобраться в причинах, понять, кто там в итоге и как можно это решить, где есть какие-то составляющие вот этой проблемы. И, ну, не просто собрать всех за стол переговоров, это, в принципе, они и сами в состоянии не делают, но уже за этим столом переговоров всю фактуру принести, которая поможет принимать решение. Вот это было, ну, это прям вот, наверное, на этом слайде самое важное, я бы сказала. И в нашем случае прям правда хорошо работает. То есть прям, если хорошо уделять внимание такой детальному анализу проблематики процессной именно по кросс-функциональным каким-то историям, не узкопроцессным, а по разным пересечениям процессов, что польза как раз, как раз такая роль внутреннего аудита, которую никто, наверное, другой уже не даст компании, она наиболее сильно видна. Отслеживание мероприятий, мониторинг, контроль и так далее. Здесь понятно, что многие функции внутреннего аудита отслеживают исполнение мероприятий по своим рекомендациям, это не новость. В нашем случае, на что я хотела обратить внимание, что мы в этом процессе отслеживания интегрировались в систему отслеживания всех поручений, всех коллегиальных органов, органов, принимающих лиц, принимающих решения в компании. Ну, то есть это не какой-то отдельный тул, да, по которому кто-то что-то получает. И поэтому, когда, поэтому и внимание к нашим рекомендациям, к мероприятиям по нашим отчетам, оно на соответствующем уровне есть. И я могу похвастаться, что несмотря на достаточно большой объем и отчетов, которые мы делаем, работы, которые проводим, рекомендации, которые даем, у нас практически нет просроченных мероприятий. Менеджмент часто приходит к нам первый с просьбой посмотреть, что они сделали по нашим рекомендациям. Ну, то есть это хорошо выстроенная работа. Я, если кто-то использует отдельные какие-то тулы и способы мониторинга, я сильно рекомендую встраиваться в существующие их компании, потому что тогда внимание будет, ну, такое уже как бы по умолчанию встроенное хорошее. Да, то есть не нужно будет отдельно, мы должны обращать внимание еще на это. Ну, и плюс, естественно, есть, ну, может не естественно, для нас, наверное, уже естественно, я докладываю на правлении и на комитете по аудиту ежеквартально статусы по ответственным вице-президентам, эскалируя туда какие-то проблемные замечания. Но я могу сказать, что так как мы готовимся к этим встречам, то до эскалации вот за последние полтора года ни разу не доходило. Ну, то есть все проблемы решались до, что, наверное, логично. Про вселенную аудитов и комплексную оценку СВТ чуть-чуть рассказала. Ну, то есть вселенная аудитов – это, ну, так, есть очень грубо, просто перечень всех, очень, конечно, грубо, но тем не менее. Перечень процессов, которые есть в компании, понятно, что с детализацией и так далее, он, наверное, такой приоритизации для цели внимания внутреннего аудита с учетом разных факторов. Замечания других контролирующих подразделений, там, изменений и так далее, этих процессов, там, каких-то внутренних рискованностей и так далее. Есть такой некий перечень, и мы, когда оцениваем необходимость нашего внимания к этим процессам, мы всегда ориентируемся на, учитываем вот эту вот вселенную аудитов, чтобы результат, который мы давали, он был наиболее максимальным, я бы так сказала. От меня, вот моя часть, все, я старалась, очень торопилась уже под конец, но надеюсь, что было полезно. Сейчас Роман. Да, Наталья, спасибо. Меня зовут Роман Куликов, и во второй части нашей презентации я хотел бы рассказать про ключевые индикаторы рисков, как мы их создаем, как мы их используем, и также рассказать про те аналитические инструменты, которые мы используем в нашей работе. Можно следующий слайд. Итак, чем же хороши ключевые индикаторы рисков? Ну, во-первых, в отличие от классического проведения аудитов, где аудиторы вручную собирают необходимые данные и на какой-то выборочной, скажем, выборке делают тестирование тех или иных данных, с помощью ключевых индикаторов риска мы можем, точнее, для построения ключевых индикаторов риска, мы можем прописать определенный скрипт в, допустим, питоне, который будет периодически самообновлять информацию и вдавать некий результат. То есть таким образом мы устраняем излишне монотонный ручной труд аудиторов. Во-вторых, если посмотреть на то, какое количество данных сейчас генерирует большинство крупных компаний, то понятно, что полный массив данных, как таковой, проанализировать не всегда представляется возможным. То есть если мы говорим про какие-то 100 транзакций, может быть и можно, но когда мы заводим речь о миллионах двух операций в год, то, конечно же, здесь уже не представляется возможным. И как раз на помощь приходят средства автоматизации, тот же самый питон, с помощью которого можно посмотреть любое практически неограниченное количество тех транзакций, которые имеются в компании. Первые два пункта нам, по сути, дают третий пункт – это результативность. Когда аудитор вместо как раз такого вот монотонного сбора информации и тестинга освобождает это время для того, чтобы переключиться на какие-то более материальные, более интересные и, наверное, в каком-то хорошем смысле слова, более сложные задачи. Ну и, наконец, четвертый пункт – это ожидание стейкхолдеров. Что здесь имеется в виду? Что если раньше аналитическая деятельность воспринималась скорее как преимущество внутреннего аудита, то сейчас, наверное, это больше такая жизненная необходимость, и это возможность показать совету директоров, управлению, руководству компании, топ-менеджменту, что аудит проактивен и компетентен в вопросах управления рисками. Можно следующий слайд. Мы подготовили для вас несколько визуальных примеров того, как были реализованы ключевые индикаторы рисков, и начать я хотел бы с нашего мониторинга дочерних организаций и филиалов. Дело в том, что, как было сказано ранее, компания МТС-группа, компания МТС – достаточно большая структура, и у нас есть как крупные наши, скажем так, бизнес-единицы, где есть отдельные собственные аудиторские подразделения, так и есть много маленьких дочерних организаций, где таких групп аудиторов нет. И чтобы как-то включать их в наш план аудита годовой и не, скажем так, избегать их, да, потому что все равно риски могут быть даже в них, мы разработали инструмент, который позволяет нам в виде неопределенной скоринговой модели делать некие заключения и планировать наши аудиты именно в маленьких дочерних организациях. Мы включили в него несколько групп показателей. Первая группа – это финансовые показатели, допустим, резкое изменение выручки или операционной прибыли. Вторая группа – это различные операционные показатели, такие как, опять же, достаточно быстрые, в хорошем или в плохом смысле изменения стоимости привлечения клиента или количество оттока клиентов в конкретном дочерней организации. И в третью группу были включены такие индикаторы, как compliance нарушения и сообщения на единую горячую линию. Все это нам вместе при анализе на едином дашборде дает понимание того, где нам стоит провести следующий аудит и, возможно, получить наибольшую ценность от проведенных аудиторских действий. Можно следующий слайд? Вот. Теперь я расскажу о том, как мы можем применять риск-индикаторы в ключевых бизнес-процессах компании. И за последние два года мы провели достаточно много проектов. Мы делали проекты в закупочной деятельности, в сфере развития, обслуживания, ремонтов сетей мобильной связи, фиксированной связи, смотрели взаимодействие с нашими дилерами по продажам сим-карт, смотрели транспортную и складскую логистику, и везде было, скажем, достаточной информации в определенном смысле, чтобы построить определенные дашборды для мониторинга ключевых индикаторов риска. И вот на данном примере, на данном слайде мы видим один из таких дашбордов, который мы делали по оценке стоимости арендуемых площадок, на которых размещается базовая станция. То есть в центре дашборда, как мы видим, ключевая визуализация – это карта, которая нам визуально дает понять, какие у нас есть проблемы, в каких регионах. На верхней части у нас расположены фильтры, такие достаточно верхнеуровневые, например, такие, как выбор региона, выбор города, выбор структурного подразделения или ответственного сотрудника. И по левой и по правой стороне у нас располагаются более локальные фильтры, которые позволяют нам отфильтроваться на карте по, скажем, тем площадкам, которые являются доходными, ну, скажем, тем базовым станциям, которые являются доходными, или те базовые станции, у которых есть исключающий фактор. То есть она может быть дорогая, но при этом по какой-то причине мы, скажем, принимаем это как данность. Можем отфильтроваться также по нашим контрагентам. Какие-то крупные компании убрать, оставить только мелкие, или, может быть, индивидуальных предпринимателей, или физических лиц, и отфильтроваться по их обороту. То есть возможности данного дашборда достаточно большие. Он является интерактивным инструментом, то есть можно всячески манипулировать данными и выбирать те срезы, которые интересны именно пользователю отчета. Ну и в конце концов можно, если хочется, скажем, проанализировать это более детально, можно выгрузить данную информацию по одной кнопке в Excel и, предположим, после анализа отправить данный документ для получения комментариев в другие подразделения бизнеса. Можно следующий слайд. Вообще, если рассматривать наиболее частые виды анализа, которые мы используем в наших ключевых индикаторах риска, то я бы их поделил, наверное, на три группы. К первому относятся все, что связано со сроками. Во-первых, это какие-то дедлайны, то есть, допустим, проведение закупочной процедуры в установленные сроки или к определенной дате. Также сюда можно отнести анализ, предположим, складских запасов на время устаревания, то есть, когда у нас есть определенный нормативный срок, в течение которого они должны храниться, иначе они переходят в разряд неиспользуемых, либо невостребованных, и дальше необходимо предпринимать какие-то действия. Ну и в эту же категорию можно отнести анализ операций во времени, то есть, как долго у нас согласовывается тот или иной документ, как долго у нас в среднем, на какой срок заключается договор и так далее. Ко второй большой категории анализов я бы отнес различные срезы по категориальным признакам, что имеется в виду, допустим, срезы по регионам, по подразделениям, по ответственным сотрудникам, по различным группам номенклатурных единиц и так далее. И, наконец, в третьей группе ключевых индикаторов риска – это те показатели, которые мы сравниваем с… ну, то есть, какие-то фактические показатели, которые мы сравниваем с плановыми, либо с каким-то бенчмарком внутри компании или, может быть, на рынке. Предположим, какой-то анализ, может быть, среднерыночной зарплаты с нашей зарплатой или достижение показателей по количеству введенных, построенных базовых станций мобильной сети. Можно следующий слайд. И те, кто работал с данными, наверное, знают, что помимо преимуществ, они, конечно же, несут в себе много головной боли, поэтому мы хотели бы рассмотреть те, наверное, наиболее частые сложности, с которыми мы сталкивались в рамках нашей работы и решения, которые мы видим в этой ситуации. Здесь, опять же, я поделил бы, наверное, все сложности на три большие группы по мере того, как развивается, как правило, такой аналитический проект по построению ключевых индикаторов риска. Ну, на первом этапе у нас происходит сбор данных. То есть здесь по большей части работа аналитика или аудитора зависит от того, насколько в компании налажен процесс по хранению, обработке и сбору данных. То есть если, допустим, там у компании низкий уровень цифровой зрелости, мало информационных систем, компания преимущественно ведет свою работу по старинке, что называется, в каких-то каталогах, в первичных документах, то понятно, что возможностей для аналитических процедур наверное меньше, чем в какой-то крупной компании. Как правило, это компании банковского сектора, телекоммуникаций, ритейл. Пожалуй, это, наверное, передовики в российской практике, в российской действительности. Также очень многое зависит от того, какой исторический путь прошла компания, потому что вот по нашему опыту, чем больше компания поглощала других компаний, происходило слияние, тем больше исторических каких-то легоси-систем сохранялось в компании, и они были достаточно ограничены или вовсе не интегрированы между собой. И как бы требует достаточно большого количества времени, чтобы собрать всю информацию в одном месте. Ну и, конечно, помимо того, как мы стремимся в светлое цифровое будущее, у нас также остается много и каких-то старых первичных документов, к сожалению, в каких-то бизнес-процессах, где инструменты по выгрузке данных структурированных не работают, и нужно применять какие-то другие инструменты. В частности, вот метод оптического распознавания символов, который позволяет нам перевести, предположим, отсканированные документы, платежные документы поставщикам в цифровый вид, потом с ними работать. Ну, а в целом, это, конечно же, должно, скажем так, проблема сбора и хранения качественных данных должна решаться на корпоративном уровне, должна быть определенная стратегия по цифровизации и автоматизации процессов, и, безусловно, должен быть тон сверху. На втором этапе, когда мы приступаем к обработке данных, пожалуй, наверное, самые большие сложности заключаются как раз в том, что мы обрабатываем очень много данных, очень большие массивы данных, и есть риск потерять какую-то часть из них, потому что когда мы вручную в Excel обрабатываем 100 строк, это одно, если мы, предположим, скачиваем 2 миллиона транзакций платежных различным поставщикам, то потерять там 100 строк как бы уже совсем другое, кажется, что не так существенно. Но на самом деле это очень важно контролировать с самого начала, то есть с момента получения информации от, там, либо напрямую, если мы это берем из какой-то базы данных, либо от ответственного подразделения, важно на каждом этапе контролировать, что у нас, что у нас куда уходит, не теряется какая-то часть данных. Ну и еще один момент, это, пожалуй, связано с именно написанием различных кодов, скриптов на питоне, когда у нас одно и то же действие можно выполнить разными методами или функциями, и от этого увеличивается или уменьшается скорость исполнения данной операции. Если мы говорим про одну транзакцию, то там разница в несколько миллисекунд, возможно, не принесет никакого существенного, никакой существенной ценности дополнительной. То если мы говорим несколько миллионов строк, то разница в отработке скрипта может уже разниться от нескольких часов до нескольких суток, а это уже существенно для оперативного реагирования на какие-то риски. Ну и, наконец, на третьем этапе, когда мы уже приступаем к созданию дашборда, у нас, наверное, основные сложности заключаются в том, чтобы правильно передать смысл того, что мы обнаружили, и здесь в первую очередь важно подумать о том, как это лучше передать, с помощью какой визуализации. Ну, предположим, если мы говорим об изменении какого-то показателя в течение времени, там, помесячный, понедельный или с точки зрения дней, то можно использовать, допустим, график или там столбчатую диаграмму, а там, допустим, не круговой барчарт, не круговую диаграмму, потому что это будет вводить в пользователя определенные заблуждения и сгромождать экран. Но при этом и я бы, наверное, предостерег от более избыточного использования количества метрик, потому что если у нас какой-нибудь пользователь заходит в отчет и видит перед собой кабину пилота какого-нибудь Боинга, то понятное дело, что он тоже теряется в этом массиве данных и огромное количество мигающих красных или зеленых кнопок ему ни о чем не скажет. Поэтому важно фокусироваться именно на том, что важно именно бизнесу, а поэтому критически необходимо общаться по тем ключевым индикаторам, которые создаются, и получать обратную связь, то это или не то, что хочет бизнес, если мы строим, допустим, дашборд для него, и вовремя работать и устранять ложноположительные срабатывания, которые, к сожалению, бывают, и связаны они с человеческими ошибками, с техническими ошибками, но при определенной систематической работе количество таких ошибок можно сократить до минимума. Можно следующий слайд. Так, по поводу аналитических инструментов. Соответственно, здесь также, наверное, всю работу можно поделить на три этапа. Первый этап – это времена, когда еще не было никаких инструментов, которые могли бы позволить нам работать с большими данными, ну или они не использовались в той мере, в которой они используются сейчас. И аудитор, скажем так, собирал, ходил по архивам, собирал первичные документы, сам выбирал по своему усмотрению те, которые представляют наибольший интерес, и проводил какое-то выборочное тестирование. Когда появились большие данные, стало понятно, что такой подход уже больше не применим и необходимо выработать какую-то другую стратегию. И вначале, когда мы переключаемся с первичных документов на данные структурированные, которые содержатся в базе данных, мы меняем наши инструментарии. И на втором этапе, вместо того, чтобы просто выгружать какие-то данные системы, их обрабатывать выборочно, мы переходим и стремимся к анализу полного массива данных, чтобы у нас была не какая-то экстраполяция на полный массив, а именно понимание, что те результаты, которые мы получили на полном массиве, они являются, ну там, примерно, скажем, заключительными, то есть не экстраполированными, а близкими к реальным. И на третьем этапе работы с аналитикой у нас появляется возможность не просто использовать аналитические инструменты в рамках конкретного аудита, но и оставлять после себя определенный цифровой след, то есть в виде дашбордов, чтобы можно было не возвращаться к этому процессу через какое-то время для проведения очередного аудита, а иметь такую руку на пульсе, постоянно контролировать те или иные индикаторы, и в случае, если какие-то срабатывают индикаторы риска, красные флаги, можно было оперативно понять, в чем проблема, и разобраться, стоит ли туда погружаться в рамках очередного аудита. По мере того, как развивается компания, развиваются и аналитические инструменты, они продвигаются в сторону продвинутой аналитики уже. Здесь мы говорим на четвертом этапе о переходе от использования неких исторических данных, которые мы, как правило, получаем из тех же самых информационных систем, к мониторингу в режиме реального времени. Безусловно, это требует больших трудовых, больше, наверное, компетенции в плане обработки данных и в плане учислительных мощностей, но и степень реакции на те или иные рисковые события, она, безусловно, возрастает. И, наконец, на пятом этапе у нас вступает уже в силу и предиктивная аналитика. То есть здесь мы говорим об использовании уже совсем продвинутых инструментов, которые позволяют нам не только реагировать на то, что уже произошло, а и предсказывать то, что будет в будущем, и как мы можем этих рисковых событий избежать, чтобы не исправлять ошибки. Понятно, что исправить ошибки в любом случае нужно, но лучше их предотвратить. Можно дальше. И, наконец, последний слайд, который посвящен тем инструментам продвинутой аналитики, которые, по нашему мнению, могут в ближайшем будущем дать наибольший эффект от внедрения в функции внутреннего аудита, и кратко о каждой из них. Например, процесс майнинг или таск майнинг. В чем заключается их смысл? У нас имеется достаточно длинный, трудоемкий, запутанный процесс. Как правило, это какие-нибудь продажи или закупочные деятельности любой компании, согласование документов. И мы имеем возможность разбить данный процесс на несколько этапов и понять, на каком этапе у нас наблюдается наибольшая зацикленность или наибольшее количество ошибок, где мы переделываем какие-то этапы, возвращаемся на предыдущий этап, и понять, что у нас работает не так. А что стоит изменить, может быть, с точки зрения нормативной документации или с точки зрения того, то есть понять, как вообще реально осуществляется процесс. Потому что часто процессы to be и as is, они сильно разнятся между собой. TaskMining — это такая более детальная аналитика на уровне конкретных этапов процесса. Допустим, мы можем посмотреть, как у нас работает сотрудник, ну, скажем, закупщик, который оформляет заявку или заказ в системе ERP, какие он действия совершает, какие он приложения открывает, какие документы заходят, как часто он делает копипаст из одного приложения в другой и так далее, какие файлы перемещается в сетевых папках. На основе этой информации мы можем понять, какие излишние действия он делает, или, может быть, найти те процессы, те подпроцессы, где мы видим возможность для автоматизации и исключения монотонного и рутинного труда. Если мы как раз переходим ко второму инструменту, это автоматизация бизнес-процессов, которая, как правило, делается по результатам использования инструментов прост-майнинг и task-майнинг. Наверное, самыми популярными в нашей российской практике историями применения RPA-инструментов является фронт-офис, автоматизация каких-то взаимодействий с клиентом и бэк-офис. То есть это HR, это финансы, бухгалтерия и какая-то такая бумажная работа. Третий и четвертый инструмент, они тоже, по сути, связаны между собой. И оптическое распознавание символов, как мы раньше уже про нее говорили, это способ такой инструментарий, технология перевода все, что написано машиной и отсканировано человеком, снова то, что написано машиной. И отдельным, наверное, направлением в этом OCR-инструментарии можно выделить оптическое распознавание рукописных каких-то записок, документов, файлов, потому что зачастую люди пишут абсолютно по-разному, у кого-то курсив, у кого-то ровный, скажем так, шерифт, у кого-то мелкий, у кого-то большой. И роботы пока еще не научились с такой же эффективностью распознавать человеческий стиль письма. И если, допустим, OCR-инструменты по машинописным текстам достигают эффективности вплоть до 95-99%, то по рукописным текстам пока только примерно 50-70% это считается достаточно неплохой результат. Но, опять же, зависит от щепетильности и внимательности самого человека, который это писал. Текст майнинг-инструментарий, он, скажем так, идет следующим после OCR-инструментария. На примере того, что мы взяли какой-то документ отсканированный, распознали, просто сам по себе цифровой слепок этого документа нам ни о чем не говорит. То есть нам нужно эту информацию как-то преобразовать, сгруппировать и выделить какие-то сущности. Ну, предположим, нам нужно отсканировать, отсканированный документ, договор, перевести в формат таблицы, где мы выделяем дату, где мы выделяем сумму, наименование компании и дату заключения договора. И после этого мы можем уже эту информацию использовать, анализировать и делать какие-то выводы или найти несостыковки, допустим, когда у нас платеж был осуществлен компанией до заключения договора, предположим, да, что достаточно трудоемко, когда у нас имеются сотни, десятки тысяч, а бывает даже сотни тысяч документов, договоров в нецифровном виде. Ну и, наконец, последний инструмент, который может сильно облегчить жизнь аудиторов, это технология перевода голоса в текст. Предположим, мы используем, ну, где мы можем его использовать? На различных звонках, встречах, где аудитор изучает бизнес-процесс, спрашивает у ответственного подразделения, как происходит тот или иной, та или иная операция, и по окончании данных встреч звонков часто формируется протокол встречи, чтобы что-то вспомнить через какое-то время или направить на подтверждение ответственному подразделению. В данном случае вместо того, чтобы затрачивать на это время и вспоминать, что было на встрече, достаточно просто по одной кнопке нажать, скажем так, трансформацию того, что было сказано, и получить на выходе готовый текст, что сильно ускорит работу аудитора и, в принципе, протекание всего аудита. Наверное, коллеги, у меня все. Вот, будем с удовольствием рады услышать ваши вопросы и ответить на них. Роман, спасибо большое. Мне кажется, было сразу несколько тем озвучено, вот, не только о аудите. Да, у нас есть один вопрос от Андрея. Больше такой, наверное, по всей теме. Есть ли проблемы с использованием ПО иностранных вендоров для визуализации? Вы, быть, можете что-то нам рассказать? Да, у нас есть такая проблема. Она есть, наверное, не только у нашей компании, и она встает сейчас наиболее остро, потому что даже те долгосрочные лицензии, которые были у многих компаний, начинают заканчиваться. Но, к счастью, есть решение, если раньше… Решение есть. Решение есть. Да, решение абсолютно есть. Если раньше у нас преимущественно использовались решения иностранных вендоров, такие как Клик, Табло и прочее, Power BI, то сейчас у нас, во-первых, есть те решения, которые являются open-source-ными. Допустим, тот же самый Apache Superset, который многие компании сейчас внедряют в России. Понятно, что требуются какие-то доработки, но, тем не менее, он бесплатен. Бесплатный и имеет достаточный функционал, достаточный минимальный функционал, чтобы выполнять все те, скажем так, функции, которые на него возлагаются. И, во-вторых, у нас активно развивается сейчас в России и отечественное ПО. Вот, в частности, мы сейчас буквально недавно смотрели отечественные решения в плане process mining, и RPA, и других направлений. И очень много компаний, во-первых, те, которые были до еще 20-го года, скажем так, они наращивают свои мощности, наращивают точность своих инструментов и функциональность. И второй тренд – это то, что появляются новые участники, которые были учреждены в последний год-два, и они очень быстро набирают экспертизу, и я думаю, что в скором времени на горизонте нескольких лет могут составить конкуренцию не только таким заядлым игрокам на нашем рынке, но я думаю, что и в чем-то они могут ставить конкуренцию даже мировым инструментам. Да, 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 я тоже согласна. Перспективы есть. Супер. Я думаю, пока вопросов нет, я думаю, мы можем завершать нашу конференцию. Спасибо вам. Наталья, вам тоже спасибо большое за освещение такой обширной темы с разных сторон, с разных углов. Спасибо нашим слушателям. Если будут какие-то вопросы, они могут направить нам на почту, мы обязательно постараемся направить нашим спикерам. Распространенная практика. Спасибо вам еще раз. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok